здравствуйте у нас на прямой связи историк тамара идельман тамара натановна здравствуйте рада вас видеть здравствуйте трансформация россии о которой очень много говорят авторитаризм тоталитаризм переходный период как вы считаете на какой стадии сейчас находится эта составляющая но вы знаете все эти споры там авторитаризм тоталитаризм в общем это спора термин на тоталитаризм предполагает полный стремление к полному контролю над частной жизнью над пыль общественный жизнь от всем в общем конечно власть к этому стремится но я знаю я бы сказала так то что это сегодня в россии диктатура вряд ли требует подтверждения а вот все вот эти вот споры там авторитаризм авторитаризм это пусть будущие социологи политологи решают нам от этого не легче но вот исторические примеры мы с же неоднократно обсуждали а что сейчас где можно найти скажем что-то близкое по духу к тому что сейчас происходит в россии в общем это судя по всему близко именно к фашизму фашизму итальянского типа я правильно понимаю можно ли так да конечно конечно когда начинают вот когда-то у меня был спор там с моей подругой когда тимоти снайдер написал что в россии фашизм в россии слава богу нет освенцима да слава богу но фашизм это далеко не только нацизм и по другая до других факторов россия в общем тоже отличается нацистского варианта слава тебе господи опять же например нету вот такого расистского мы часто говорим про расизм в россии но вот по-настоящему расистского такого в гитлеровском смысле привкуса там нет но итальянский фашизм да конечно конечно культ вождя культ насилия в культ войны кстати говоря опора на скрепы на традиции вот кстати гитлер хотел полностью подчинить себе церковь и в общем конечно нацизм был атеистичным или скажем там апеллировал к язычеству а вот а муссолини конечно хотел католической италии использовать церковь опять же так что я думаю что больше конечно близости к итальянскому фашизму в интервью такеру карлсону путин опять же это можно интерпретировать но так складывается такое впечатление взял в союзники себе адольфа гитлера когда стал объяснять что но польше же предлагали договориться не договорились ваши проблемы почему он сейчас начал оперировать именно к этой фигуре то есть он его на действительно в каком-то смысле легитимизировал для себя и для того режима который он возглавляет хотя казалось бы это вступает противоречие совсем тем что он говорит деноцификация и так далее и тому подобное как вы это объяснили это просто кошмар но я это комментировала в прямом эфире который был который вы сейчас на канале это вот этот вот кусок про польшу это какой-то запредел многие же миром просил да вот по хорошему они не согласились вы знаете у меня ощущение я не знаю может быть я не права что он не хотел легитимизировать гитлера что ему надо было обругать польшу что он все время делает попинать ее и как бы вот подвести идеологическую базу что мы же тоже типа миром просили хотя уж не знаю когда вот но поневоле у него мне кажется его были другие цели но поневоле знаете вот сказка есть про красавицу которая открывала рот а оттуда жабы вылетали вот он не может открыть рот чтобы оттуда не вылетела жаба и он проговаривается конечно гитлер ему близок это удивительно как для человека выросшего в ленинграде то есть получается что он бессознательно то есть обращается к адольфу гитлеру как некой ролевой модели и берет его даже может быть не осознавая за основу своего правления то есть как учителя да 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 что но все таки я думаю что даже ему идея сказать гитлер был такой молодец ну помимо политических всех последствий но я думаю что даже у него ну как у человека вот опять же там выросший в ленинграде прошедшего советскую школу что это вызывает какие-то ну должно вызывать какие-то не опасения не знаю препятствия внутрь а ну а вот вот мне препятствия есть а все равно как же он бросил миром этих подлых поляков прорывается прорывается а почему это принимается потому что ну либеральная общественность конечно обратила на этот тезис о польше на это высказывание и включение в контекст адольфа гитлера но в целом даже если посмотреть за паблики на это не обратили особо внимания там наоборот было вот польшу показали польшу указали польшу предлагали а то что гитлер включен в эту линейку там этого практически не было ну а почему мы судим о реакции по зе пабликам вот до меня доходят слухи про разных скажем там даже старшеклассников которые не кипели и поражались этому и про самых разных людей мне кажется не стоит судить а реакции всей россии по зе паблику другое дело что на это могли обратить внимание те люди которые внимательно прослушали интервью или прочитали в распечатку я совсем не уверена что большая часть страны это делала им объяснили что владимир владимирович очень важно и сказал вот и все а муссолини путину близок как вы считаете то есть нет ли там такого отторжения диктатор муссолини по причине того что в какой-то момент гитлер сделал его марионеточным диктатором но после уже того как его спецназ нацистский там освободил ну скажем так муссолини пока не звучит в риторике путина и вообще его окружение в отличие от гитлера ну вы знаете у меня такое подозрение что может быть он не очень хорошо знает про то что там было с муссолини а вот и я думаю что тут скорее да вот это вот ну стереотип что муссолини стал посмешищем таким сяким может он где-то там у него сидит и ну понимаете он не может их полностью убрать за образец не по тем причинам которые нам приходят голову а потому что они проиграли а он не может проиграть но поэтому я думаю что здесь речь идет не о личных каких-то образцах об идеях а идеи у него явно мы с вами обращение с политзаключенными и поведение которое путин сейчас демонстрирует трагическая история с алексеем навальным это можно ли найти похожие примеры в истории как вы считаете ну что примеров убийства политзаключенных или их гибели ну конечно в той же самой нацистской германии да можно вспомнить осецкого которого но номер в больнице правда после того уже как ему присудили нобелевскую премию но он был конечно просто затравлен замучен в тюрьме знаменитый журналист да которого там избивали унижали его но и довели до смерти мы можем вспомнить это правда может быть не политзаключенный но собственно с чего началась по-настоящему диктатура муссолини когда был убит его политический противник но это для них норма жизни что тут опять же говорить этих примеров можно нащелкать у любого диктатора да я вот после того как все это произошло я написала пост про аумберто дел гадо человека в россии не слишком известного а португалии он очень хорошо известен его имя он был одним из создателей авиации португальской а его именем сейчас назван аэропорт ассиагония и он в общем неожиданно для всех потому что он был человек таких правых взглядов и поддерживал салазара а потом он поумнел просто вот он пожил там в канаде в америке и что-то до него дошло как дипломатом жил и он выставил свою кандидатуру как представителя оппозиции и говорил о что он отправит в отставку салазара если он станет президентом салазар был пример и он проиграл с очень подозрительным количеством голосов там 23 процента хотя он был невероятно популярен после чего он бежал из страны а дальше его заманили в испанию сказали что хотят с ним встретиться оппозиционеры и он подъехал к границе португалия и на испанской территории представители секретной полиции его убили вот так что это есть да у самых жестоких диктаторов у тех кто помягче вот салазар явно помягче но расправиться с политическими противниками для них милые я здесь хотел бы даже обратить внимание наличное потому что одно дело политический противник и назовем поставляем за скобки морально-нравственные аспекты диктатур но скажем он устраняет добивается некой эффективности и ничего личного просто политика цинично звучит есть другая история ведь в случае с алексеем навальным это что-то очень глубоко лично вот насколько вообще диктаторы обращались к личным чувством при скажем устранении ликвидации осуждения как раз своих политических оппонентов или чисто технология мешают убирают нет ну понимаете диктаторы тоже люди это было хорошо муссолини видно когда он говорил там но они не говорили вошли где-то и говорили убить заставьте его замолчать да там поработайте с ним но такого было довольно много а вот а путин ну вот я сейчас думаю как наверное все мы над заявлением марии певчих который только что прозвучало и то есть одной стороны ей можно возразить и наверно ей будут возражать что вот такое убийство навального как она говорит вот из-за того что уже договора почти договорились его обмене что это не в интересах путин а потому что путин хочет обменять на этого убийца она объясняет это тем что у него вот просто такая иррациональная ненависть к навальному было и я вот думаю сейчас вот уже час или сколько я услышал это обращение и рационально мне хочется возражать а с другой стороны я думаю что в этом есть большой резон знаете у меня давно ощущение что путин ну как такой мужчинка мелкотравчатый как мама моя говорила это не обязательно не каждый мужчина маленького роста а вот он какой-то жалкий домой что его конечно раздражал немцов вот просто как красавец мужчина с победами со всеми его возлюбленными и его конечно раздражал навальный тоже как красавец как четыре семья мин как муж такой потрясающей женщины я думаю что это очень сильно влиял но комплексы психологические различные там травмы и так далее изъяны не изъяны это обязательная составляющая любого диктатора то есть счастливый уверенный себе человек может стать диктатором как вы считаете знаете ну сейчас вот я думаю можно наверное поискать но принципе вот эта идея о том что как какие-то проблемы изначально лежали в жизни она очень продуктивно она работает на многих примерах это не значит естественно что каждый человек с тяжелым детством становится диктатором но то что у диктатора комплексы из-за тяжелого детства из-за того что бросил отец из-за того что маленького росточка из-за того что не удалась карьера художника как у гитлера и так далее и вот я вам всем покажу но можем сказать что эти желания стать великим может быть не только у того кто как-то значит там пострадал детстве или юности но наверное вот эти травмы они усиливают это желание и другая вещь и другая вещь понимаете мы очень любим значит в детстве копаться в комплексах но есть еще кое-что человек который видел агрессию или участвовал в агрессии даже не обязательно был жертвой но в той или иной мере вот видел был рядом участвовал соответственно он становится более агрессивным соответственно у него в той или иной мере посттравматический синдром вот скажем для гитлера и муссолини этот синдром был конечно порожден первой мировой войной а думаю что для путина это его работа в кгб много вопросов приходит по поводу того что путин сделал из российской власти из российского государства структуру похожую на о пг насколько это на ваш взгляд соответствует действительности по моему абсолютно соответствует потому что мы ну наверное многие смотрели потрясающий фильм хуй из мистера путин да где так подробно да и напоминаю что он выложен вообще в сети подробно и очень убедительно показаны его связи с мафией еще в эпоху начале 90-х ленинграде на когда он воровал гуманитарную помощь и очевидно торговал наркотиками в огромных количествах и ну собственно другого не знает а что а кгб это тоже о пг поэтому он строит то что умеет другого не умеет но о пг и преступные меры если возьмем опять же традицию воров в законе и так далее они все-таки выстраиваются иерархии на определенных понятиях на определенных системах и в этих понятиях очень четко место занимает слово мать то есть мать это святое то что происходит с происходил и продолжает происходить тело отдали матери но над ней же издевались ставили ультиматум женщину которая переживает лично горе потеряв сына заставляли там в общем это не по-пасански простите что используют терминологи даже с точки зрения вот этих криминальных структур на которые судя по всему путин ориентируется из которыми заигрывает как это сейчас устроено на вас взгляд то есть это по беспределу как скажут сейчас вот люди из этой системе вы понимаете еще александр исаевич нас предупреждал о том что не надо монетизировать блатных вот эти все разговоры по по понятия про пацанские они любят очень про это говорить но на самом деле они же когда надо все нарушают я вот сейчас записывала лекцию про ну про американскую мафию про козы ностру и там это очень хорошо тоже видно они могут все выстраивать четко правила а когда надо то убьют и дома и на глазах у детей у семьи все что захотят то есть дело так что не верю я быть жестко существующие понятия это когда надо они не когда не надо можно нарушить можно ли говорить о том что в россии сложилась определенная субкультура вот эта криминальная об этом еще шаламов писал у него был как раз очерк где он рассуждал о блатных и говорил что никакого опыта ничего позитивного тюрьма тюремный мир и тюремный опыт не несет и он тоже как раз призывал не романтизировать и блатных в том числе но определенная система структура там все-таки сложилась и здесь как раз вопрос как все это складывалось как это сейчас влияет на опять же на власть на политику почему такое обращение к этой составляющей очень сильно влияет и шаламов прав и прослажившуюся культуру и сложенец который писал о том что вы знаете страна где миллионы прошли через лагеря она естественно она впитывает эту культуру и сталинские лагеря в прошлом но количество людей сидевших за пьян не обязательно за политику да за пьянку за драку за убийство пьяна и так далее она же огром плюс количество людей сидящих ни за что каких-нибудь бухгалтеров на которых свалили все наркомана которого поймали там с пятью граммами марихуаны и так далее люди проходят вот эту страшную школу тюрьмы и мы знаем очень много книг которые ну как бы возражают шалам и говорят о том что можно быть человеком в тюрьме и мне тоже так и мне кажется сам шаламов это доказательство того как вот как он устоял как он потом писал ну то есть он противостоял этому тюремному опыту это возможно но то что он оставляет травму и то что надо быть человеком невероятной внутренней силы для того чтобы этому противостоять вот это безусловно и это это тоже реальность российская с которой надо будет работать в будущем вот эта контрастность которая проявляется вы упомянули шаламова но можно вспомнить евгению гинсбург которая спасалась читая стихи и себе и заключенным и даже есть эпизод потому что у тебя написан как она читала евгения онегина наизусть жена беркович которая сейчас находится в тюрьме которая пишет стихи и кажется вот складывается впечатление что власть очень боится художественного слова почему драматурга и поэта поэтку как жене беркович сама себя называет они закрывают в тюрьме мать у нее дети они закрывают ее изолируют человек который не совершил никаких преступлений ну даже если посмотреть не насильственных преступлений ничего убийц иногда пускают вагнеровцев там до суда после повторных что это почему почему такой страх перед художественным словом вы знаете а вот это как раз я думаю что мы начали я начала с того что не имеет смысла на мой взгляд рассуждать там авторитаризм тоталитаризм вот это будет доказательством по крайней мере дороги к тоталитаризму потому что желание не просто можно же там ну да разогнали политические партии подчинили общественную жизнь все успокойтесь нет надо подчинить все вот к этому с этим например я вижу связь на того огромного интереса к школе и к молодежи которые сейчас у власти потому что надо молодое поколение сразу отравить своими идеями огромный с этим я вижу связь там скреп тех этих потому что надо семейную жизнь отправить своими идеями а художественное творчество но также как нормальные человеческие чувства она уже противостоит этому это то причем это это как бы легче ну как бы вот 10 раз в кавычках да ты не выходишь на площадь с пикетом или там с лозунгом дитя сразу арестуют а ты пишешь книжку или ты ставишь спектакль это может еще где-то там какую-то щелочку пройти и в этих своих произведениях или там стихах или в своих чувствах человеческих ты не подчиняешься власти и это они тоже они понимают какая-то для них угроза но я все время вспоминаю последнее время роман 1984 где он уже совершенно сломлен и подчинен но во сне ему снится его любимая женщина и они понимают что он еще не слова его выпускают его окончательно ломают когда он отрекается от своей любви вот это но это тоже в общем творчество связано с творчеством вот надо докопаться до глубины души и там все тоже задавить именно поэтому один из способов противостояния это сохранение человеческих отношений это сохранение культуры русской но они же 1984 в финале мне кажется тоже важная важная мысль что он умирает когда принимают пулю он любит систему то есть он ее любит там как раз что он сломлен тем что любит то что он любил старшего брата да да и все и они полностью уничтожены понимаете вот и у меня в одиннадцатом классе на сознание ученики читали 84 читали мы замятину ну и там разные были партии кому-то нравился больше уровень кому-то замятин а я их обычно спрашивал там но мы сравнивали и я как они считают какой более безнадежный и в общем большинство и я с ними согласна считаю что более безнадежный уровень почему у замятина тоже герои погибают но во первых у орвела они оба сломлены а у замятина женщина погибает но не сдается а еще есть та которая любила главного героя и забеременела от него которую переправили через стену и она ушла в свободный мир и любовь сохранена тоже не веселая картинка но во всяком случае вот она говорит о том что есть за что цепляться но здесь мне кажется еще если посмотреть на замятина и на орла все-таки у замятина была некая недостижимая идея не строили интеграл вот это какая-то существовавшая мечта орла же ничего этого не было они все время воевали и переписывали то с кем они воевали вот если говорить про путина и сравнивать его советским союзом в которую он периодически возвращается в своих речах ведь в советском союзе опять же морально-нравственный аспект оставляем за скобками была некая идея и мечта недостижимая утопическая но они строили коммунизм советские люди строили коммунизм уже никто не верил на поздних этапах я родился в 79 помню уже конечно больше перестроечные вещи никто конечно в коммунизм уже не верил там и речь родителей и так далее но мечта идея была у путина же нет ничего он просто переписывает то как министерство правды переписывала с кем воюет с кем дружит вот в этом вся идея нет но может быть он верит русский мир и в то что он хочет облагодетельствовать всех жителей бывшего советского союза но я согласна с вами что скорее всего конечно не верят хотя не исключаю что люди типа дугину может быть и верят но такие уж совсем безумные вот да то есть вы хотите сказать что он по своему устройству ближе к ситуации орловской но может быть да да вот это бессмысленное переписывание то есть тоже чем занималась министерство правды мы больше не рассказываем что воевали с евразией давайте все вычеркиваете главный герой чем занимался он корректировал историю то есть вот этого не было это есть а я к чему к этому ну подошел ведь насколько глубоко они проникают школы мандельштам они не исключили его еще и школьной программы в россии или исключили то есть потому что модель штамм который погиб в лагерях который погиб в гулаге который написал эпиграмм на сталина мы живем под собой не чуя страны вот как сейчас вот эта система пытается разобраться с опять же наследием великим наследием культуры которая преподавалась в школах ведь она получается уже практически диссидентским то есть читать модель штаммы сегодня это значит понимать что что-то не так системы которую путин пытается выставить вы знаете речь не только о мандельштаме да тогда надо всю русскую литературу 20 века отменять ахматово реквием все кто угодно вы понимаете во первых я не исключаю что они этим займутся и будут снова изучать там роман глоткова цемент или что-нибудь в этом роде во вторых а может быть даже им этого не надо я не уверена что в таком большом количестве школ если мы выйдем за пределы там каких-то московских десятка московских школ я не уверена что в таком большом количестве изучают творчество модель штамм потому что просто к этому надо очень сильно готовиться а даже если изучают то можно увидеть и про биографии ничего не говорить так же и с ахматовой и так далее я думаю что куда больше времени уделяют там например будут и будут все больше уделять на военной просьбе там можем сказать что тоже можно что-то но будут читать там азори здесь хорошая книжка и внимательно внимательно ее анализировать и долго ну то есть просто можно сместить акценты это первое второе это то что ну давайте историю 20 века тоже можно воспринимать как противовес нынешнему нынешней власти именно поэтому они так внимательно ей занимаются именно поэтому они ей манипулируют и мне кажется что тут дело не в конкретных предметах хотя вот это очень интересно и тревожно то что вы говорите про литературу а дело в общей обстановке а потому что школа впитывает то что происходит снаружи дети приходят не с читаем его острова да они приходят из дома где работает телевизор не что-то говорят родители в школе тоже опять же делаю то что происходит на уроках очень часто далеко не самое главное а главное что происходит ну там даже я не говорю про перемены и общение друг с другом а там вне урочная деятельность разговора о важном вот почему я придумала эти разговоры о важном с тамарой дельман я понимаю что это не фанацея но мне кажется таким ужасным эта идея последовательно отравлять голову детей каждую неделю это может быть страшнее чем учебник истории учебник они перелистали и забыли а может и не открыли а это вот долбят каждую не имеют поэтому и в эти и в этой общей схеме учите насчет чуть-чуть в андельштайне ему скажет ты чё мария ванна все не так было то есть это ведь орловский там они правда ограничивались двухминутками ненависти обычно когда показывали оппозиционера галтстейна здесь они все-таки этим не ограничивается гораздо больше времени уделяется но это принцип тот же это когда тебя с молодых ногтей с детского возраста учат ненавидеть я не устаю поражаться как орвел который никогда не был в ссср и до нашего времени не дожил как он все четко прописал это поразительно совершенно конечно любая диктатура чтобы не говорилось про на счастливое детство картинки любая диктатура основывается на ненависти на человека ненавистничестве на самоубийственном культе героев на то на всем том что показывает как ничего не значит твоя жизнь по сравнению с государством а этому опять же тоже великая русская культура противостоит чтобы там сейчас про нее не говорили потому что она гуманистична потому что слова достоевского о слезинке ну героя достоевского слезинки ребенка никто не отменял и конечно я думаю что они будут сворачивать вот сейчас идет разговор о том что увеличат количество преподавание из часов на историю школе это должно делаться за счет чего-то не может быть бесконечного растения часов не удивлюсь если сократят литературу на ваш взгляд все таки как они будут выкручиваться я моделирую сейчас ситуацию потому что они берут опять же есть список имен блокадный ленинград ольга бергольц голос блокадного ленинграда говорит ленинград достаточно почитать ее дневники почитать что с ней происходило как она это видела ее более ста дней за стенках нквд потери детей и как менялось ее даже психологическое восприятие той власти в которую она верила в идею но она начала понимать что происходит вообще с властью и ведь если посмотреть на советских героев на пантеон советских героев от тракасовского до королева это нквд это гулаг это избиение это унижение это потом достижение во благо вопреки часто но этого не скрыть то есть как только кто-то захочет посмотреть а что происходит с теми именами которые звучат и которые там путин и так далее опять же достают и показывают в качестве пропагандистской модели там все идет через боль унижения от власти как они с этим собираются разбираться или это не важно запросто это скрыть потому чтобы с той же ольгой бергольц это было проделанно совершенно замечательно если трудно так сказать смешно но это совсем не смешно тут на себе представить что так подробно все знакомы с биографии ольги бергольц взяли ее слова никто не забыть ничто не забыто превратили в лозунг уже совершенно пустой и потерявший свой смысл также как вообще избратили совершенно подход к блокаде превратили ее в такой идеологический жупел опять же речь идет только о героизме а трагедии практически речи нет я уже не говорю о всех болезненных вопросах о поведении начальства и так далее мы помним историю с дождем и помним историю с фильмом праздник это вот то как власть манипулирует трагедиями историческими здесь все это очень хорошо видно и как раз они берут вот это ужасно совершенно потому что это касается не только того о чем вы сказали это скажем принципиальный подход путина он берет какие-то я ну или там тех кто для него это придумывает они берут какие-то реальные вполне факты или мнение существующие историков а дальше все вот так вот переворачивают показывают это как единственно правильную вещь или вот этот факт да там был у польши договор германии был совсем не такой каким его описывает путин а вот он взял и так тюк 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 и все переверну это вот ужасно конечно совершенно и со всеми там можно также сказать и про рокоссовского и про королева но понимаете я росла в советское время и понятия не имела да про королева естественно слышу фильм был укрощение огня понятия не имела что там сидел но в укрощение огня где играл лавров они как раз тему шарашки обошли там как-то немного покасательные не показались север если не ошибаюсь но так очень осторожно вот именно понимаете вот я школьница смотрела и я ничего не поняла для того чтобы понять какие-то их намеки ты должен уже это знать знаете и это касается и всех или ирокоссовского и мерецкого их показывают просто как героев которые защищали родину что там было до этого это очень все хитро продумано здесь получается что если сейчас опять же такой мысленный эксперимент никого в россии не призываем это делать просто взять некоторые фрагменты из дневника ольги бергольца опубликовать в социальной сети то вы можете получить уголовную статью конечно я уж не говорю про воспоминания николая никулина я уж не говорю про дневник ольги фрейденберг который все еще не открыт потому что там такое она написала и про ужас и блокады и про то что с ее точки зрения в этом виноваты и гитлеры стали а вот конечно да что угодно любые стихи военные все можно сейчас истолковать совершенно по-разному вопрос от наших зрителей много вопросов телеграме начну их зачитывать вопрос может ли тамара натановна согласиться что россия сегодня представляет собой антимир противопоставив себя миру сможет ли в таком случае мир выстоять и насколько это будет теперь трудно и что делать людям нет я не могу с этим согласиться российская российская власть противопоставляет себя миру россии живут миллионы людей очень разных и когда их всех представляют как садистов убийцы палачей это неправда в россии живет множество людей которые против войны и десятки тысяч тех кто выступают против войны а еще сотни тысяч и миллионы на тех кто не хотят войны да они решаются прямо выступать и не мое дело призывать но само их существование то что они не верят пропаганде то что они не повторяют эти все лозунги то что они избегают мобилизации это все люди противостоящие ужасом и это все говорит о том что россия не является антимиром путин и его власть является что касается людей не разобравшихся я сейчас вспомнил такой исторический пример это белом будхаус который недооценил министерство пропаганды это ему по сути не простили до самой смерти но он сходил геббельсу на радиостанцию он думал что таким образом он может обратиться к тем кто любит его книги но у него тоже там сложная судьба он был и в тюрьме и вот это все как вы думаете если такие среди представителей творческой интеллигенции которые до конца не разобрались то есть это не просто конформизм оппортунизм а вот действительно искренне непонимание заблуждение и вот опять же синдром вудхаус в нацистской германии ну про творческую интеллигенцию здесь сложнее потому что у меня ощущение что те кто ну творческой интеллигенции предполагается что люди что-то понимают ну нет хотя да если ты певец то не обязан быть умным совершенно тебе нужен голос но у меня чувство такое что в общем вот как раз интеллигенция чем быстро распределилась на тех кто все понял и выступил на тех кто все понял и решил что он помолчит и на тех кто все понял и решил что будет служить режиму но знаете если мы говорим просто о людях вот я последние скажем полгода слышу такие истории которые в начале совершенно не было начале все говорили ой 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 мои родители сошли с ума мои родственники мои друзья что творится теперь я уже довольно много слышу историй знаете вот мой папа все поддерживал а последнее время призадумался причем по самым разным причинам и я вот ничего не знала про этого зет блогера который покончил с собой но мне кажется это тоже очень характерная вещь то есть у самых безумных идеологий бывают искренние сторонники можно вспомнить роман мефисто и фильм тоже где есть те кто как главный герой кто продается а есть искренние сторонники режима кто-то есть те кто колеблются и есть те кто уже изменили свое мнение и есть те кто совсем сейчас после гибели навального будут по-другому говорю я верю в это вот эта практика покаяний таких вынужденных искусственных покаяния которая не сегодня началась рамзан кадыров и оттуда вообще пошло когда стали извиняться на камеру причем за все там сказал что-то про кадырова сказал что-то про дом который построил кадыров и вот людей заставляли извиняться понятно что вряд ли это все чистого сердца ну в силу каких-то разных причин и воздействий потом это перешло уже на федеральный уровень и когда мы помним вот эту полуголую вечеринку когда для того чтобы получить прощение уже не недостаточно просто что сказать в телефон нужно поехать на оккупированные территории выступить там перед солдатами оккупационная армия то есть такое и в этом есть же еще такой крючок ты уже не вырвешься есть эти видео свидетельства что ты это сделал и тебя уже допустим на запад ты уже не поедешь это опять же что-то новое или это свойство диктатур или это ноу-хау такой нет это не новое ну во первых даже в советское время время от времени выпускали всяких кайфшихся правозащитников не очень часто но такое тоже бывало я читала очень страшную книгу одного иранского историка про то как это было распространено в иране и во времена шаха и потом конечно особенно вот во время прихомение и до сегодняшнего дня как людей заставляли каяться признаваться иногда даже не сразу это показывали а просто снимали и хранили чтобы вот всегда был ты был всегда на крючке и понимаете здесь во первых это часть общей схемы вот опять же вспоминаем 84 задача человека унизить задача человека раздавить ну а дальше конечно вот такое публичное покаяние помимо унижения действительно это сохраняется это факт которому всегда можно обратиться и соответственно способ манипуляции и здесь уже неприкосновенных нет а потому что ну обращая внимание филиппа киркоров достаточно статусный певец в рамках своей иерархии эстрады но тем не менее видимо там тоже какая-то недооценка была со стороны людей которые все это организовали что но киркорова то не тронут получилось что нет то есть и киркоров не исключение поехал на оккупированные территории выступал перед солдатами то есть но это все лишний раз говорит конечно пресловутая творческая интеллигенция которая так тесно сросла часть которой нет часть которой так тесно срослась режимом что если ты думаешь что ты просто где-то там поддержал владимировича спел песенку и за это ты получил концерты и бабки и все что надо мне когда только увяз все эти птички пропасть это же совершенно ясно это опять же как с мафии откуда уже нельзя выйти и у меня я не исключаю но это сейчас уже у меня конечно такие теории заговора что может быть вообще киркоров был одной из главных целей потому что им нужны такие люди вот именно известны знаете я понятия не имела кто такой но это наверное мой недостаток я понятия не имела кто такой рэпер васио пока не разразился скандал а кто такой филип киркоров даже я знала а уж сколько миллионов помимо меня удар по ксении собчак у нее нет вот этой охранительной грамоты учитывая что она крестница владимира путина и не знаю легенда не легенда я не видел ни документов не договоренности не слышал есть предположение что раз близка к вождю то в общем должно быть особое распоряжение чтобы с ней что-то можно было сделать ее сотрудников посадили им дали какие-то безумные сроки по семь с половиной лет ее саму не посадили но тем не менее тоже видно что она находится под ударом ну во первых то что ее не посадили может быть это как раз и говорит о близости к телу вот во вторых мы опять можем вспомнить сталинские времена когда да и только сталин в общем ближайшее окружение или просто окружение это как раз люди которые всегда под ударом потому что от них требуется абсолютная преданность они приобретают власть и влияние и тем самым уже становятся опасны и понимаете вот еще с ивана грозного идет вот он создал при но я не хочу ксения анатольевна сравнивать с опричниками упатье бог но вот он создал опричник войска которая зависит лично от него которая ни в каких иерархия традиционных не ни в какие иерархии не вписана с их помощью он укрепляет свою власть проходит несколько лет и он уничтожает первое поколение опричников заменяет их другими проходит несколько лет и он вообще отменяет опричников ты выполнил свою задачу все больше не нужен и опасен это сталин тоже очень хорошо понимал ну вот поэтому конечно это мы видим тоже среди путинского непосредственности на окружении как кого-то тесняют это вот борьба бульдогов под ковром а что касается творческой интеллигенции то наверное это тоже задача показать что ребята вы все должны отметиться вы не можете остаться в стороне особенно если вас смотрят миллионы вопроса от зрителей спрашивают а смерть сына сечина это случайность или в этом тоже можно усмотреть какую-то некую тенденцию вот ближнее окружение и случайно не случайно человек может умереть любом возрасте мы это понимаем человек смерти иногда внезапно смерти но тем не менее вот на это тоже обратили внимание молодой ну вы понимаете да молодой человек это странно и я не знаю честно говоря какое было его здоровье что там с ним было поэтому мне не хотелось строить никакие на теории заговор умер я сочувствую в отцу данном случае безотносительно от его взгляда и его поведения я не думаю по крайней мере мне ничего не известно что говорила бы о том что это просто случайная смерть вот это по моему называли сталинской социальной инженерии вот эти страшные репрессии которые чудовищные репрессии которые он проводил а вот вы упомянули что в ближнем окружении у стали наш были у поскребушево была жена молотова если не ошибаюсь тоже все сталин вытаскивал как раз членов семьи и сажал их в лагеря и таким образом поддерживал некое состояние своего ближнего ближнего округа путинущица у него как вы думаете сегодня ночица у сталина с управленческим каким-то подходом смысле чтобы вот держать всех на крючке конечно я думаю что ему не надо было опять я думаю что мы не надо учиться потому что опять же я думаю что это за годы работы в кгб он очень хорошо это все понял но только может быть в данном случае мы не надо сажать потому что другая ситуация но что папочки про их гулянки про их орги про их любовниц про их виллы в испании у него лежат я думаю что это безусловно так и что он стравливает разные группировки в пишет ольга тамара натановна привет и всего наилучшего вам от мамы бывшей вашей ученицы гимназии 1567 очень приятно и маме привет роман пишет каким образом на ваш взгляд удалось преодолеть реваншин в германии и японии после второй мировой войны есть ли исследования эффективности и недостатков этих методов но исследований очень много и конечно на мой взгляд на сегодняшний день самая актуальная книга это потрясающая книга николая пле неудобное прошлое где он как раз рассматривает самые разные варианты того как в разных странах работали травмы прошлым и я не уверена что в японии это преодолено как раз япония это плохой пример потому что в японии ну по разным причинам очень силен милитарист из-за хиросимы и нагасаки очень силен комплекс жертвы который ну вроде бы как облегчает вот вы что с нами сделаны и хотя японии были произнесены все слова извинения принесены ну в общем там реваншизм довольно силен а что касается германии то я много про это думала но и с ужасом поняла такую вещь что по-настоящему вот не потому что заставляли оккупационные власти как это было сразу после войны а их же заставляли и они покорно каяли что им оставалось а по-настоящему они это переосмыслили продумали и поняли концу 60-х начало 70-х и я все время пытаюсь понять почему и на то есть разные причины потому что выросло новое поколение которое стало предъявлять претензии своим предкам потому что молодежное движение конечно 60-х очень много головы сменила потому что были героические люди которые там скажем в начале 60-х провели процессы над нацистскими преступниками и вдруг выяснилось что эти люди все еще на свободе и спокойненько живут есть даже версия что американский сериал холокост мэрил стрит очень помог потому что его все смотрели после каждой серии там были еще такие обсуждения историков но я думаю что его стали показывать потому что они уже подготовили и такая тоже вот мучительная для меня и нерешенная мной проблема я не исключаю что вот это все стало возможным потому что скажем в течение 50-х годов начала 60-х они эту рану не березлили вот аденауэр сказал у меня других немцев нет и мы будем жить с тем что есть и они таким образом работали с этой травмой и почему это для меня так ужасно ну потому что естественно мне хочется чтобы вот возмездие всех покарал но мне еще хочется чтобы произошли какие-то вот такие перемены у нас тоже переосмысление и что-то у меня все больше сомнений доживу ли я до этого но я постараюсь вопрос от марфы возможно мой вопрос не уместен меня это мучает и будоражит поэтому спрошу вы действительно считаете что алексей навальный мог бы быть хорошим президентом оговорюсь я очень уважаю алексея царство ему небесное при том что он все время метался делал ошибки правда потом в них каялся но разве это может быть свойственно человеку который управлял большой страной спасибо без купюру ошибки ну а кто не совершал ошибок какой политик не знаю там черчилль рузвельт кто угодно совершает ошибки как раз умение их признавать это очень важное умение для политика и я видела алексея еще несколько очень важных качеств одно из них заключалось в том как он развивался как он менялся вот это произошло на наших глазах за последнюю четверть века если вспомнить каким он был в начале двухтысячных и каким он был последние годы он свер он стал совершенно другим он умел развиваться и другая вещь которую тоже мне кажется очень важны очень много говорит о том какой он был жесткий какой был резкий какой он был неуживчивый ну станешь жестким до такой жизни а я помню как он умел слушать потому что я помогала ему немножко когда он готовил круги навального во время мэрской компании и было видно что он тебя слушает он с людьми разговаривал он действительно и причем этот разговор это был не просто но вы сейчас поболтайте а потом я вам изложу свою позицию он воспринимал то что ему говорили вот мне это кажется невероятно важно илья спрашивает тамара натановна как вам кажется откуда берется и как рождается конспирология только ли в угоду сию минутных выгод власть имущих или есть те которые имеют долгосрочный эффект это видимо о теориях конспирологических ну вы знаете про это тоже много чего написано есть очень интересный курс на разомасе про теории заговора я этим занималась когда скажем записывала лекцию про тамплиеров да ну естественно обращаю к отсылаю вас к маятнику фуколберта эко который тоже в общем о том что происходит с людьми которые заигрываются теориями заговора теории заговора были с древнейших времен и это понятно что это облегчает жизнь потому что теория заговора объясняет тебе что твои несчастья разные там проигрыш в войне или почему я такой бедный могу найти работы или почему наша страна такая ужасная дело не в тебе ты не виноват ты очень хорош или вообще ты самый крутой ты самый отличный но вот есть эти там где-то евреи коммунисты американцы и тамплиеры еще миллион вот они гадят все из-за них это же вообще очень приятно то есть это страшно как социолог александра архипова она анализировала антрополог анализировала разные слухи существующие которые люди пересылают друг другу про отравленные огурцы про бритвы которые приклеены к антиукраинским лозунгам если ты срываешь на тебя разрежет очень про полный бред и она совершенно резонно пишет людям проще с этим жить потому что мир оказывается страшный но двухполярный и понятный есть мы и есть они и все а профессор соловей на ваш взгляд насколько скажем так можно ли найти в истории аналогии профессора соловья он умеет он очень умный человек и пусть он умеет работать с большими аудиториями и конечно вот эта история про двойников и путина в холодильнике судя по запросам яндекса и гугла там миллионы заходов она обсуждается до сих пор и мы сейчас ее обсуждаем потому что это стало частью такого информационного тренда при всех ну я даже не хочу сказать но наверное такие люди есть везде такие люди которые придумывают что-то я кстати я хотела сказать придумывают и денежки на этом гребут но можно сказать что они часто искренне верят или играют так знаете я не люблю рекламировать академика фоменко потому что я знаю что черный пиар тоже пиар но вот человек который придумал то что истории не было потому что его опровергли уже 500 утра а как то интересно да и вот всем нравится всем хочется что то такое потому что наука как правило сложна может быть скучный в плане восприятия здесь ярко быстро есть ответы на все вопросы вот конечно мы все хотим получить ответы на вопросы и когда нам начинают говорить ну вы понимаете давайте подумаем это уже требует каких-то ну каких-то усилий излишне ну что ж будем думать будем следить и будем разговаривать спасибо вам большое за то что нашли время и вышли в наш эфир встретимся спасибо вам спасибо до свидания